Его дети падают с неба. Он наблюдает, сидя на лошади. За ним акры и акры английской земли. Падают камнем золотокрылые, глаза их налиты кровью. Грейс Кромвель зависла в воздухе. Бесшумно она настигает жертву, бесшумно возвращается к нему на руку. Однако звуки, с которыми она устраивается на перчатке — шорох и скрип оперения, тихий горловой клекот — все это звуки узнавания, домашние, дочерние, почти привередливые. Грудка у нее забрызгана кровью, на когтях — клоки мяса. Позже Генрих скажет. Сегодня ваши девочки летали отлично. Сокол Энн Кромвель на перчатке у Рейфа Седлера покачивается в такт конскому шагу. Рейф и король едут рядом, непринужденно беседуя. Все устали. Солнце клонится к закату, они, отпустив поводья, возвращаются в Вулфхолл. Завтра в небо взмоют его жена и сестры. Женщины, чьи кости гниют в лондонском суглинке, обрели новое тело. Невесомые они плывут в воздушных потоках. Им неведома жалость, неведом долг. Их жизнь проста. Глядя вниз, они видят только добычу дозаемные плюмажи охотников. Видят трепетный порхающий мир. Мир полной еды. Все лето было таким. Вакханалия крови, летящие пух и перья, собачий лай. Лошадям — скребницы и щетки, джентльменам — примочки и мази на ушибы, потертости, растяжения. И пусть всего несколько дней Генрих купался в солнце. Иногда, ближе к вечеру, с запада налетали тучи, и большие благоуханные капли касались разгоряченных лиц. Однако солнце тут же проглядывало вновь и начинало палить нещадно. А сейчас небо такое ясное, что можно подглядывать за святыми в раю. Они бросают по воде конюхом и спешиваются. Его мысли уже в бумагах. В депешах, доставленных из Уайт-Холла курьерской почтой, куда бы ни переехал двор, она работает исправно. По всему пути из Лондона учреждены подставы. За ужином с Сеймурами он вытерпит все...